Добрый день, уважаемые телезрители. Меня зовут Марина Кабатюк. И сегодня в нашей студии депутат Законодательного собрания Республики Карелия Алексей Исаев. Алексей, здравствуйте. Здравствуйте. Алексей, ну я знаю, что работая в Законодательном собрании, вот вы не вступили ни в одну из партий, не примкнули ни в никакой парламентской фракции, а создали депутатское объединение под названием «Гражданская позиция». Для чего вы это сделали? Ну, во-первых, в ходе предвыборных обещаний я выходил как самовыдвиженец, не принадлежащий ни к одной из партий. Соответственно, я считаю необходимым на сегодняшний момент не вступать ни в одну из партий. Хотя есть, скажем так, приоритеты, которые каждый здравый человек должен поддержать. И они обозначены в платформах, в избирательных, наверное, каких-то лозунгах разных партий. Поэтому нельзя сказать, что я политичный совершенно человек, но тем не менее, чисто юридически, да, действительно, я беспартийный человек, равно как и члены нашего беспартийного депутатского объединения, значит, Анна Познякова и Александр Немирович, вот мы все втроем являемся таким беспартийным блоком в Законодательном собрании. Вы знаете, вот я давно пытаюсь понять, а насколько сложно самовыдвиженцу работать в парламенте? То есть вот вы все-таки объединяетесь в поиске каких-то союзников? Ну, вы понимаете, нет абсолютно аполитичного человека. Ни один человек не может сказать, что вот я не принадлежу ни к одной из партий, потому что я аполитичен. Ну, это бред, согласитесь. Потому что у каждого из нас есть свои определенные ценности, моральные ценности, определенные свои взгляды. Вот наши взгляды, наверное, сейчас полностью совпадают с тем, как, в принципе, развивается вообще Россия, как развивается республика. Значит, поэтому искать единомышленников, на самом деле, ну, не это проблема. Мы все единомышленники, мы все хотим, чтобы нам жилось лучше. Мы все хотим, чтобы республика Карелия была лучшей республикой в составе Российской Федерации. Мы все хотим, чтобы все кругом было хорошо. Поэтому вот в этом отношении единомышленники, наверное, все. Пути немножко разные и методы немножко разные. Вот чем депутатское объединение отличается от партийных фракций? Ну, практически ничем не отличается, потому что, ну, у нас, ну, опять же, чисто юридически это такое же положение. Мы имеем абсолютно такие же равные права с наряду с партийными фракциями, которые есть в Заксобрании. Единственное, что, может быть, мы более демократично принимаем решения. У нас нету, скажем так, партийной директивы, которая иногда непонятна. У некоторых партий, которые представлены, допустим, на территории Карелии, есть какие-то директивы, которые мне, например, непонятны. И зачастую волеизъявления того или иного депутата, она как-то связана. Потому что есть фракционные решения, есть решения, значит, центральных аппаратов, там, разных партий. Значит, мы, слава богу, от этого освобождены и принимаем те решения, которые, на наш взгляд, более-менее логичны для нас троих. То есть, ну, естественно, учитывая при этом мнение избирателей, которые, ну, очень много обращений на самом деле. И вот это все как-то скомпонамав, мы для себя определяем ту или иную позицию. Вот вас всего трое. Вы открыты для большего количества участников? И можете ли вы, например, принять в свои ряды партийного депутата? Это все зависит от того, что прописано в положении той или иной фракции. Если, допустим, фракция Компартии, она не регламентирует то, что член фракции Компартии может стать членом нашего депутатского объединения, он может к нам прийти. Если, допустим, в партии «Справедливая Россия» там прописано в положении о том, что член фракции «Справедливая Россия» не может быть членом никакой другой фракции и депутатских объединений, то он не может быть. То есть это все определяет сама для себя та партийная структура, которая представлена в ЗАГС Собрании. Но вы открыты, вы готовы. Конечно, безусловно. Какие-то успехи уже есть у вашего немногочисленного объединения? Ну, чтобы рапортовать об успехах, нужно, чтобы, очень сложная вообще ситуация, чтобы успех был у всех во всем и везде. Когда человек рапортует об успехах в то время, когда идет, допустим, секвестирование бюджета, когда мы прекрасно видим, как все развивается, на самом деле нет. Мы стараемся сделать так, чтобы все наши движения и действия в минимальном плане не навредили, а в максимальном плане, конечно, бы как-то приблизили нас к этому успеху. Хорошо, давайте я, может быть, переформулирую свой вопрос, если действительно об успехах сейчас говорить, ну, как минимум, наверное, не скромно. Над чем работаете? Ну, я, наверное, скажу так. Что входит в сферу наших интересов? Там, где мы считаем, мы можем быть полезными. Значит, ну, во-первых, мы представлены в большинстве комитетов, которые, значит, входят в структуру Заксобрания. Значит, Анна Познякова, она возглавляет комитет по жилищному хозяйству. Это абсолютно уникальнейшая вещь. Значит, беспартийный человек, член нашей фракции является председателем комитета по ЖКХ. Значит, очень грамотный специалист, новый комитет. И сейчас понятно о том, что проблем у этого комитета, ну, ничуть не меньше, чем у других, так вот мягко прямо скажем. Александр Немировец, он представлен в комитете по бюджету. Значит, он медик по образованию, он замглавврача Пудырской районной больницы. Значит, я являюсь зампредседателем комитета по аграрной политике и вхожу в комитет экономический и по ЖКХ. Значит, кстати говоря, значит, два человека из нашего депутатского объединения не работают на постоянной основе. Это наша принципиальная позиция. Значит, Анна Валерьевна Познякова тоже до этого не работала. Но после того, как ей пришлось возглавить комитет по ЖКХ, тут здесь просто необходимо полностью окунуться. Значит, затраты с точки зрения бюджета на нас просто минимальные. Александр Немировец работает врачом, я работаю тоже на производстве. Алексей, ну я знаю, что вы один из немногих депутатов, кто озадачился проблемой досуга подростков. Вот расскажите, что вы делаете в этом направлении, как работаете? Вы знаете, я был недавно в одной из школ города Петрозаводска. Значит, это ученики пятых классов. И мое удивление было, даже не удивление, а, наверное, досада какая-то. Ни один из учеников класса не сдал те нормативы, которые положены. Вы же тоже были маленькие, ходили в школу, и наверняка помните уроки физкультуры. Там стоит учитель физкультуры, там засекает, 60 метров бег. И вроде бы как все нормально было, у всех пятерки, четверки. Сейчас проблема. Проблема в том, что дети, большинство детей, оно не развито. Ведь уровень здоровья нации определяется не по одному, там, олимпийскому чемпиону, а по количеству здоровых детей. Вот это на самом деле проблема. Проблема, она многогранная. Вот одна из, скажем, одна из причин, которые, наверное, могут быть, это отсутствие досуга у детей во дворах. Потому что, ну, говорим о Петрозаводске сейчас. У нас, слава Богу, за последние несколько лет великолепно решена проблема с маленькими детскими комплексами для детей, которые в возрасте, допустим, до 6-7 лет. Ну, здорово, замечательно, прекрасно. Но, значит, есть же другие дети. И когда им исполняется 9-10 лет, им делать абсолютно нечего. В секции ходить не все могут, потому что, к сожалению, ну, не большинство, а некоторая часть секций, которые популярны, они платные. Затраты на оборудование, на, значит, инвентарь, они достаточно большие. И многое количество детей, они, значит, предоставлены сами себе во дворах. Значит, и им-то делать абсолютно нечего. Они слоняются, они, значит, зачастую даже пытаются зайти на вот эти детские комплексы, которые на них не рассчитаны. Мальчикам нужно двигаться. Значит, у меня одна моя очень хорошая знакомая, великолепнейший преподаватель, сказала о том, что мальчик должен быть крепким и развощеким троечником. Ну, троечником мы опустим, а вот крепким и развощеким, наверное, да. Им делать нечего в дворах. И один из дворов, который входит в мой избирательный участок, это Ленинградская 4, родители пригласили меня посмотреть, чем занимаются дети. Что вы увидели? Вид спорта, наверное, так. Сейчас много видов спорта, которые развиваются, о которых пока мы не знаем. Это и паркур, это и BMX, это и воркаут. Вот дети занимаются воркаутом. Это уличная гимнастика, значит, это турник, это брусья. Они делают великолепные упражнения, которые вызывают только восхищение. Проблема в том, что им делать негде. Вот их собирается группа человек 20-25 там с одного двора. На самом деле это движение очень широко распространено сейчас. И они ходят по районам города, видят, где турник не расшатан. Туда приходят, начинают выполнять свои движения, очень сложные и очень красивые. Должны быть специальные какие-то площадки, должны быть специальные подготовки. Поэтому, значит... Что вы предлагаете? Ну, вообще, мы будем сейчас настаивать на том, чтобы некая программа развития дворового, наверное, детского досуга, так можем назвать, может быть, дворового спорта, она каким-то образом, наверное, нашла отражение в будущем бюджете. Соответственно, значит, это в бюджете республики, если мы говорим о республике, и в бюджете города Петрозаводска. Но это уже, значит, задача нового мэра и городского совета, значит, для того, чтобы предусмотреть вот эти деньги. Там на самом деле не так много. Вот о деньгах, это важно, да? То есть какого плана это будет спортплощадка? Это какой-то минимум? Насколько это дорого? Абсолютный минимум. Насколько дорого, значит, сказать, наверное, сложно, но все могут представить, что такое турник, значит, перекладина, значит, стойки, брусья тоже самые металлические, не спортивные. То есть у них, на самом деле я изучал, что можно вкопать в землю, как закрепить, чтобы не было, скажем так, травм у ребят, которые этим занимаются. Все делается из металла, из трубы, из вот каких-то. Я не думаю, что это дорого. Но как бы ни было, эту проблему нужно все равно решать. По крайней мере, сейчас вот мы сделали обращение от нашего депутатского объединения в адрес нашего нового мэра, значит, чтобы произвели расчеты, просмотрели и предусмотрели в бюджете города Петрозаводска возможность установки хотя бы пяти-шести таких комплексов, площадок во дворах. Потому что обращения приходят от жителей с ключевой, с Октябрьского проспекта, с центра города, с тем расчетом, чтобы детей возраст, допустим, 9-14 лет чем-то занять. Алексей, ну давайте вот предположим, допустим, администрация города не найдет в бюджете средств на такую площадку. Ну вот чисто теоретически. Какие-то варианты здесь могут быть? Все-таки экспериментальной площадки, чтобы показать, вот она, давайте. Ну посмотрите, экспериментальная площадка на самом деле она уже стоит. Значит, и огромное спасибо предпринимателям, там, по-моему, Маркелов Вадим за свои собственные средства установил площадку на территории набережной. Вот это, конечно, мечта, чтобы такие стояли во всех дворах, и такое, наверное, может быть и не нужно. Но какие-то спортивные, значит, снаряды, те, что представлены там, они должны стоять. Ну это одна площадка, она топовая, и поставлена она для того, чтобы показать о том, что интересы людей есть. Я там был недавно, смотрел, она забита полностью. Она востребована, так же, как и на Торнево, это я лично вижу каждое утро, там очень много желающих заниматься. Скажите, а вот, следуя уже дальше логике, кто будет заниматься обслуживанием этих площадок? Дети сами все сделают. Вы понимаете, увлеченный мальчик, увлеченный тинейджер, он ее будет любить в своей турнике, если он этим занимается, он ее будет любить, лелеять, красить, смазывать, я не знаю, там. Ну, обслуживать я не думаю, что какие-то огромные средства займут. Алексей, как депутаты законодательного собрания поддержали ли вашу инициативу? Есть ли единодушие в этом вопросе? Ну, мы пока на широкое обсуждение это не выносили, но мы посмотрим, кто не поддержит вообще эту инициативу. Сразу объявим о том, что, значит, человек не заботится вообще о будущем нашей страны, о будущем республики. Спасибо вам большое. Я надеюсь, что ваша идея поддержит большинство, и в том числе администрация города Петрозаводска. Замечательные новые спортивные площадки появятся в каждом дворе Петрозаводска. Спасибо вам, уважаемые телезрители. Я напоминаю, в нашей студии был депутат законодательного собрания Республики Карелия Алексей Исаев. На сегодня это все. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова